Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Вот интересно, мы продолжаем тему, так софинансируем их возможности получить дополнительные знания, образования. Да, сегодня утро посвященное образованию. Да, я думаю, что, может быть, наших слушателей тоже очень заинтересует, можно опять-таки продолжить задавать вопросы нам в WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1, поскольку сейчас появилась возможность пройти обучение на Б-категорию и 95-й код при сотрудничестве и при поддержке Европейского социального фонда. То есть 90% обучения оплачивает фонд и 10% всего оплачивает сам учащийся. Вот обо всем, об этих возможностях мы поговорим с основателем учебного центра «Кредо» и автошколы «Кредо Аутопрекс». Максим Рапопоз с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, Максим. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну расскажите, чем важны эти курсы в сотрудничестве с госагентством образования, что они дают? Ну, во-первых, спасибо большое, что позвали поговорить. Действительно, расскажем о очень важной, с моей точки зрения, для нашей страны возможности, потому что фактически впервые за всю историю проекта Государственного агентства по развитию образования на данный момент появилась возможность с помощью европейского финансирования пройти также Б-категорию и 95-й код. Вы понимаете, что Б-категория – это одно из, наверное, сейчас важнейших и необходимых, безусловных навыков, которые в нашем современном мире требуются для людей, то есть это права. И что сейчас главное, и то, что хотелось бы, чтобы на самом деле услышали жители нашей замечательной страны и ваши уважаемые слушатели, это то, что всю Б-категорию со всем необходимым вождением по правилам Кабинета Министров. С необходимыми, со всей необходимой теорией, то есть там включено 55 часов вождения, 20 часов теории, экзамен. Также там есть дополнительная другая информация, то есть это называется модуль ОПА. Можно пройти в рамках европейского финансирования, заплатив за это только 10%, а именно 66 евро. То есть за 66 евро человек получит всю необходимую для него информацию для того, чтобы впоследствии он мог получить права Б-категории. И то же самое касается 95-го кода, хотя, безусловно, нужно сказать, что здесь существует некоторое ограничение. То есть каждому участнику этой программы должно быть обязательно не менее 25 лет, и он должен быть занятым. То есть он должен быть трудоустроенным на территории нашего государства. Это основные требования. И помимо всего прочего, участие в этом проекте разрешено не более двух раз, а с определенным перерывом между первым и вторым разом. То есть если человек в проекте государственного агентства развития образования МАЦ и ИБСПЕО, уже участвовал два раза, то тогда на данный момент для него этой возможности нет. Для всех остальных количество мест действительно ограничено, потому что программа очень востребована. И, в принципе, те, кто запишутся раньше, соответственно, у них и будут преимущества. — Максим, давайте уточним. Хотелось бы спросить. Ну, вот права категории «Б» — это понятно. Это общечеловеческие права на легковой автомобиль. Кому-то интересно их получить в рамках этой программы тоже. Но 95-й код — это профессиональные права. То есть можно, в общем-то, как бы расширить и углубить, что называется, свои знания и навыки и получить профессию. — Не совсем, потому что в данном случае 95-й код — это периодическое обучение 95-му коду в связи с тем, что любой водитель, занимающийся коммерческими перевозками на автомобилях тяжелее, чем легковой, обязан по законам нашей страны, а также Европейского Союза раз в пять лет проходить периодическое обучение 35 часов для того, чтобы подтверждать свою квалификацию. Это обучение происходит без каких бы то ни было экзаменов, и о прохождении этого обучения наш департамент дорожного движения ставит необходимую отметку в 95-м коде раз в пять лет в водительском удостоверении каждого водителя, занимаясь коммерческими перевозками на тяжелых автомобилях. И в данном случае 95-й код — это предложение периодического обучения 35 часов, которое люди должны проходить в течение пяти лет, ну, один раз обязательно раз в пять лет. — Ну, то есть вот это подтверждение квалификации, да? — Да, подтверждение квалификации. На данный момент в этой программе тоже есть одно ограничение — записаться на 95-й код с помощью финансирования Европейского Союза, заплатив 10%, это 15 евро в данном случае, то есть фактически очень небольшую сумму, могут только те, у кого срок отметки по 95-м коде заканчивается в течение следующих полугода с момента записи. То есть если у кого-то заканчивается 95-й код через два года, то это сделать нельзя. Если 95-й код заканчивается в рамках следующих полугода, шести месяцев, то да, конечно, мы с радостью будем иметь возможность научить и преподать этот курс таким водителям. — Ну, наверное, сразу, может быть, стоит пояснить, почему именно Кредо Аутопрекс является, ну, скажем так, партнером Госагентства образования, чем вот вы, почему именно вашу автошколу выбрали для такого проекта? — Ну, вы знаете, я хочу сказать, что у Государственного агентства развития образования есть большое количество партнеров учебных центров, которые выдержали критерии необходимого отбора для того, чтобы принимать участие в этом проекте. И мы один из них. Если мы говорим об автошколе как таковой, у которой есть учебный центр, который занимается воплощением учебных программ, то на данный момент в Латвии мы можем с гордостью сказать, что Кредо Аутопрекс является самой большой автошколой в Латвии, и мы оказались единственной автошколой в Латвии, кто на данный момент смог выдержать все необходимые критерии отбора для того, чтобы предложить такую программу. Потому что программа в первую очередь является учебной программой. Это не программа, которая рассчитана на чистое получение B-категории. Это учебная программа, которая лицензирована и аккредитована. И в процессе жизни, если человек будет набирать дополнительные модули, которые входят в эту программу, там есть большое количество модулей от лесного хозяйства до управления автомобилями, которые занимаются лесными работами, то в конце концов человек получит еще и дополнительную квалификацию специалиста в лесном хозяйстве. Да, потому что на данный момент регулярные программы они разделены на большое количество модулей, в каждом из них существует определенное количество часов. То есть программа, которая может быть 960 часов или 640, которая в конце подразумевает профессиональную квалификацию, она разделена вот на такие небольшие периоды обучения, которые человек имеет право в процессе всей своей жизни набирать в разных учебных заведениях, либо в одном учебном заведении. За каждый небольшой период своего обучения получать, безусловно, официальное удостоверение. В конце он тогда получает, помимо всего прочего, еще и диплом о профессиональной квалификации. Но это вопрос, скажем так, дальнейшего развития обучения этого человека. Вот если бы еще Государственное агентство образования расширило возможности, вот не ограничив двумя курсами, прошел в рамках этой программы и все, и больше не можешь, а там 3, 4, 5, 10 и так далее. Максим Рапопорт с нами на связи, основатель учебного центра Кредо и автошколы Кредо Автопрекс. Мы продолжаем говорить об образовании. Сейчас обучение на Б-категорию 95-й код при сотрудничестве с Государственным агентством образования на 90% финансируются из Европейского социального фонда эти программы. Максим, в Риге по всей Латвии доступны эти программы. Где? Только ли онлайн или надо будет приходить очно тоже за парту садиться? Александр, я немножко вас поправлю. Государственное агентство занятости в данном случае предлагает и всю квалификационную программу целиком. И у нас она тоже имеется предложена для того, чтобы ее пройти, ее можно пройти в рамках обучения Государственного агентства занятости. То есть те желающие, которые хотят получить не только Б-категорию, какие-то дополнительные навыки, а получить квалификацию лесного техника либо водителя лесообрабатывающих машин. Я просто перевожу с латышского языка сразу, поэтому это тоже возможно. Это программы от 640 до 960 часов. Они тоже проходятся вместе с проектом Государственного агентства занятости. На них точно так же открыты записи. Безусловно, на них есть запись в нашей автошколе. Просто почему мы с вами говорим о Б-категории, в частности, о 95-м коде, в связи с тем, что они являются наиболее популярными, наиболее интересными с точки зрения обывателя программами, а вообще большие программы, безусловно, доступны, возможны и в рамках этого же финансирования. Всегда пожалуйста. И вот обучение по всей Латвии? Да, спасибо за уточнение. Вопрос был по поводу географии. Рига или вся Латвия? Вся Латвия. На данный момент обучение проходит частично, удаленно, в связи с тем, что департамент дорожного движения не предлагает возможности очного обучения. То есть все обучение происходит по программам автообучения в Зуме. Дальнейшее обучение происходит частично удаленно. То есть что-то нужно проходить на месте, а определенное количество часов нужно проходить онлайне. И это самостоятельные практические работы. Если речь идет о Б-категории, то есть простые права на легковой автомобиль, теория – это ладно. Но как без вождения обойтись? Сейчас, учитывая эпидемиологические все ограничения, это возможно? Все в порядке? Да, все в порядке. Вождение можно проходить на любых дорогах нашего государства. То есть вне зависимости от привязки какой-то географической точки. Соответственно, человек может ездить там, где ему удобно. Все инструктора, которые имеют лицензию, имеют договор с нашим учебным заведением, соблюдают все эпидемиологические нормы, действуют в строгом соответствии с правилами кабинетов министра, и, соответственно, все вождение, то есть практическую часть можно проходить очно, разумеется, никакого онлайна. Онлайн существует только для теории. Максим, но это что касается ваших водителей, у кого договор с вами, у них все хорошо, все QR-коды, все, что требуется, все исполняется. С точки зрения курсанта, что необходимо от него? Прививки, QR-код, какие-то ограничения существуют? Да, большое спасибо за ваш вопрос. Действительно, это очень актуально. Да, конечно, я не сказал. Все вождение, все практическое обучение проходит только в зеленом режиме. У меня такой вопрос. Часто ли действительно такой шанс выпадает, когда есть возможность получить действительно такие топовые, самые востребованные обучения с такой очень ошеломляющей, ну, практически скидкой, то есть вот за 10 процентов? Вы знаете, на моей памяти, если мы говорим о 95-м коде, это бывает, разные государственные программы от агентства занятости, агентства развития образования, какие-то пополнительные программы. То есть это действительно иногда бывает. Если мы говорим о B-категории, последний раз это было 15 лет назад в рамках обучения государственного агентства занятости для безработных. Было бы C-категория доступна, но уже 15 лет, как нет этой программы. То есть это действительно уникальная возможность. То есть, ну вот, еще раз просто обращаем внимание наших слушателей на то, что вот этот шанс бывает действительно не так часто, и грех был бы им не воспользоваться. А у Коли так, давайте еще раз пробежимся по самым основным пунктам. Значит, что, где, когда и почем? Обучение на Б-категорию и 95-й код, 90% оплачивает Европейский социальный фонд, 10% сам курсант. Что еще нужно отметить? Ну, во-первых, как записаться, где? Значит, записаться можно в любом случае. Вся запись происходит на сайте, который называется МАЦИБСПЕ ОБУШМ. Это сайт Государственного агентства развития и образования. Для того, чтобы просто туда попасть, можно ли бы просто зайти на МАЦИБСПЕ ОБУШМ и поискать в поисковике Б-категорию или выбрать Кредо, можно зайти на Кредо Автопроект. Это домашняя страница нашей автошколы. Они все знают. И прямо сразу в верхнем углу вы увидите МАЦИБСПЕ ОБУШМ. Там нужно кликнуть, выбрать ПЕТА ЭКТЕС. Вы получите описание программы. После этого вы еще раз нажимаете ПЕТА ЭКТЕС. Вы попадаете на сайт МАЦИБСПЕ ОБУШМ, это сайт Государственного агентства развития и образования, где они большие молодцы. Они очень удобно сделали для нашего населения. Они вообще на самом деле очень большие молодцы, агентство, которое занимается развитием образования в нашей стране. И все происходит на очень современном и хорошем уровне. Человек логинится с помощью своего интернет-банка, отвечает на буквально несколько очень простых вопросов, нажимает еще раз ПЕТА ЭКТЕС. И его заявка отправлена в течение... Запись идет до 24 февраля, но единственное, что количество мест действительно ограничено, поэтому я рекомендую не затягивать, потому что приоритет получают малозащищенные группы, те, кто записались вначале. После чего в течение месяца Государственное агентство развития и образования проверяет полученные ими данные на тему того, что человеку действительно больше 25 лет, что он действительно является занятым, то есть трудоустроенным на территории Латвии, и само обучение начнется с конца марта-начала апреля. Его обязательно необходимо начать в рамках весенних месяцев. До 31 мая начнутся все группы полностью. Групп будет много, достаточно много. И, соответственно, в процессе своего обучения, в зависимости от длины выбранной программы, человек закончит обучение по выбранной программе. Вот пока вы рассказывали, я понимаю, что... Да-да-да. Я параллельно, конечно, зашел на кредо Автопрекс, увидел эту ссылку на ИРУС, которая ведет на сайт МАЦИВА с ПЕО ГУШИМ, там, ПАР-ПРОЕКТУ, ПЕТА-ИКТЕС, АПМАЦИВАМ, действительно, буквально три шага, вот, Б-категория или 95-й код. Все, я дошел как раз до регистрации, я уже 4 клика, и уже все, могу записываться. Все описание, вот, лыз максимум с 15-75 евро и кнопка ПЕТА-ИКТЕС. Все работает, как Максим Рапопорто рассказал. Так что, кого это интересует, еще раз, 95-й код, значит, для коммерческих переводчиков и Б-категория, пожалуйста, за софинансирование буквально 3 копейки это стоит, а... Кредо автопрекс.лв и кредо, ну, через букву С мы пишем, соответственно, попадаем на сайт. Я также хочу обратить внимание, что 6-7-220-800 – это наш телефон. Если у кого-то возникают любые технические проблемы с записью, позвоните, наш менеджер с удовольствием прямо по телефону в онлайне поможет с тем, как это делается, объяснит еще раз, куда нужно зайти. И если, благодаря Государственному агентству занятости, если у кого-то существуют проблемы с электронной записью, можно записаться в очном режиме через консультантов самоуправления, либо через специалистов в Государственном агентстве занятости, эта возможность также есть. А так просто звоните нам в офис, мы всегда поможем, безусловно, разобраться с тем, как происходит запись. 6-7-220-800, ровно. Телефон. – Благодарим основателю учебного центра Кредо и автошколы Кредо Автопрекс Максима Рапопорта за разъяснение. Напоминаем, опять же, вот полчаса назад мы начали, сейчас мы продолжили. Вот это обучение для взрослых, в том числе, B-категория, 95-й код, при сотрудничестве Госагентства образования и при поддержке Европейского социального фонда. Всего лишь за 10% цены можно получить права и вот это вот профессиональное тоже. Ну, 95-й код, который требуется для коммерческих перевозок. Огромное спасибо, Максим, хорошего дня, как можно больше учеников и таких интересных программ. Всего хорошего. – До свидания. Ну и на этом «Утро на Болткоме» заканчивается, но продолжается наша программа. Я напомню, что сегодня, сразу после того, как мы покинем студию, программа «Без антракта» Евгения Шерменёвой и актриса Сандия Довгане. Кстати, номинант на… – Оскар. Ну, практически на «Оскар», наш латвийский «Оскар» с «Пелменю Накц», по-моему. И программа «Прямая речь» будет независимой депутацией Мадейдзис Шмидт с гостем и эксперт Янис Грейгалис. – Хорошего всем дня, солнечного и почти тёплого. Вы слушаете радио «Болткома».